24 команды учащихся школ и интернатов области обустроили свои палаточные лагеря на берегу реки Большая Липовица и соревновались по технике пешеходного и водного туризма, ориентированию, умению проводить спасательные работы. «Слёт» – это определённая школа жизни. Они учатся и костёр развести, и пищу приготовить на костре. И именно они овладевают техникой работы с карабинами. Не просто гребли на байдарках, а прохождение ворот они проходят там. Знание карты нужно. Поэтому действительно определённые навыки они получают. Кроме этого, для участников «Слёта» была подготовлена обширная конкурсная программа, включающая конкурс краеведов, экологов, фотографий и стен газет на экологическую тематику, а также конкурс туристской песни и туристских навыков. Одним из самых сложных видов спортивной программы «Турслёта» являлись соревнования по технике пешего туризма. Участникам было необходимо преодолеть различные переправы со страховкой, а также показать отличное умение завязывать узлы и ставить палатку. Самый зрелищный вид спортивной программы – это соревнования по технике водного туризма. На дистанции на реке Большая Липовица судьи установили несколько ворот, через которые нужно было двум экипажам пройти на байдарках в определённой последовательности за минимальное время. Большой интерес у зрителей вызвали соревнования и по спасательным работам на воде. Задание непростое. Участник соревнования должен был бросить верёвку экипажу, стоящему в 20 метрах от берега, и закреплённую байдарку притянуть к берегу за минимальное время. Соревнования по ориентированию проходили в виде эстафеты, когда каждому из четырёх участников необходимо было найти три контрольных пункта, установленных в лесу, при помощи компаса и карты. Ребята с большим энтузиазмом и творческим подходом выполняли все предложенные задания, как спортивные, так и конкурсные программы. Эта дистанция была очень сложной. Это первая такая дистанция была. Дети мои принимали участие второй раз в этом туристическом слёте. Опыт у них имеется. Они стали призёрами областной игры «Славянка», военно-патриотической игры «Славянка». Они заняли тоже второе место среди 40 команд. Поэтому опыт был какой-то определённый, ребята старались. Итоги соревнований подводились как по каждому виду спортивной и конкурсной программы, так и в целом. Стоит отметить, что команда лицея имени Александра Ивановича Данилова в составе шести человек смогла показать достойный результат, заняв второе место в общекомандном зачёте по спортивным видам.